привет микрорегбез аморт воздушный предположим да мы в нем что-то всегда накачиваем вопрос чего мы накачиваем да тут просто возникло некоторое у нас с человеком недопонимание чего он накачивает что есть негативка что есть позитивка сейчас вот с этим делом мы разберемся черненько это у нас будет некоторые скажем так уплотнение тоже у нас уплотнение баночки идет нарисуем допустим крышку аморта вот такую вот понимаешь надеюсь что все мега утрировано и так далее вот здесь вот у нас есть штуцер для накачки давления то есть мы качаем сюда давление насосом и тем самым мы заполняем вот эту вот часть позитивную на самом деле когда амортизатор полностью разжат у него есть есть маленький маленький канал на стенке на банке вот непосредственно через который банку сначала помыть да наверное чтобы показать вам этот канал через который у нас будет проходить воздух сообщаться и он не видно его вот он снаружи его видно где-то внизу на отблеск да на отблеск его тоже видно маленькую точечку у меня палец светлая точка вот он этот канал когда вот резинка возле него стоит у нас из позитивки воздух спокойно через этот канал в негативку подход про проходит вот позитивка у нас сопротивляется сжатию амортизатора а негативка у нас делает так чтобы плавнее работала пружина в самом начале хода все это все что мы накачиваем насосом но на самом деле вот здесь тоже есть маленькое отверстие которое заполняет вот эту вот камеру здесь у нас плавает уже масло масло отделено вот еще одной камеры воздушной поршневым плавающий поршем его называют айф пи интернат флотин пор поршень то есть внутренний плавающий поршень все здесь у нас тоже воздух вот этот воздух наполняется только один раз при сервисе то вот мы заполняем вот это отделом маслом демпфер это поршень демпфера штанга демпфера соответственно мы заполняем это дело маслом а вот сюда мы накачиваем давление которое подпирает вот это масло чтобы был было как можно меньше кавитации вот здесь вот. Истинный или неистинный. Чтобы воздух, который оказался... То есть, у нас есть игла-отскок, который идет от крутилок. То есть, крутилки регулировки, там, компрессии, отскок, еще что-то. Вот иголки, тут их целая гора стоит, да, там одна в одну трубки вставленная. Там воздуха дофига может накопить. Даже при ТО ты стараешься, делаешь вакуумную прокачку, но воздух все равно может остаться в этих местах. Здесь есть каналы, там, шайбочки всякие. Вот это вот все стоит между ними. Даже с вакуумной прокачкой, когда ты делаешь вакуум, все равно маленькие-маленькие частицы воздуха могут остаться, как ни крути. То есть, сборка даже в... Ну, не есть вариант собрать в масляной ванне, сделать вакуумизацию всего этого, всей этой конструкции, тогда воздуха почти не останется. Почти! Может остаться даже влага в этом масле. Но суть в том, что есть кавитация, она всегда происходит. И чтобы она была меньше, вот сюда дуется давление. Для буствальф, там, в районе двухсот, для обычных амортов, типа рокшоксов и фоксов, у которых идет простой поршень, без всяких там буствальф. Сюда дуется в районе пятиста, шестиста всяй. Для простых. Эту информацию надо смотреть в мануале к аморту. Конкретно, у каждого аморту есть там свои значения, есть разные значения. Всякое бывает. То есть, это надо посмотреть. Но это делается только при сервисе. Сюда мы не лазим. Именно поэтому вот этот винт, который у нас затыкает вот это отверстие, он обычно вот такой. Здесь шарик стоит. У фоксов и у рокшокса там очень такая неудобная штучка. И нужен специальный штуцер для того, чтобы накачать его. То есть, это делается только при сервисе. А все остальное, что мы качаем насосом, это вот позитивка. Мы настраиваем пружину под свой вес. А вот это настраивается демпфер на то, чтобы нормально работали клапана и все эти иглы, которые перекрывают у нас отверстия. Вот, маленький ликбез. Пока.